И снова здравствуйте, мои юные друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по окружающему миру проведу я, Альбина Ахнинбековна. Ребята, страна, открывшая путь в космос. Что же это за страна? Что можно сказать о нашей стране? Это и можно отнести к нашей стране. Дело в том, что мы проложили дорогу к звездам. Друзья, в Соединенных Штатах Америки и других странах считали, что нам понадобится не один десяток лет, чтобы возродить разрушенное войной хозяйство. Иностранцы никак не предполагали, что Советский Союз, существовавший в то время, способен хоть в чем-то их обогнать. Но не тут-то было. 4 октября 1957 года в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли. На весь мир это выдающееся событие произвело огромное впечатление. Запуск на орбиту первого искусственного объекта, получившего название «Спутник», открыл космическую эру, внимание, в истории человечества. Ну а что говорить о дате 12 апреля 1961 года? Она вам известна с измольства. Дело в том, что это дата, когда весь мир облетело новое ошеломляющее известие. Впервые в космосе человек. Человек из Советского Союза. Им был Юрий Гагарин. Ребята, но и это еще не все. Другим первооткрывателем-космонавтом стал также наш соотечественник Алексей Леонов. Первый человек, обратите внимание, вышедший в открытый космос. Впервые в мире Алексей Архипович Леонов вышел в космическое пространство. Что это значит? Он удалился от корабля на расстоянии до 5 метров, проведя в открытом космосе 12 минут. Это было большое достижение. Но говоря об этих достижениях, мы их связываем с именем талантливого конструктора Сергея Королева. Сергей Павлович Королев. Сейчас в космосе проводятся уникальные астрономические и астрофизические наблюдения. Находящиеся на орбите спутники, космические станции и аппараты требуют специального обслуживания, друзья, ну и ремонта. А некоторые спутники необходимо ликвидировать или возвращать на Землю, так как это случилось с орбитальной станцией Мир. Орбитальные станции используются в качестве космических баз. И с февраля 1986 года на околоземной орбите находилась станция Мир. Вместе с нашими космонавтами на орбите жили и работали космонавты из многих стран. Но 22 марта 2001 года эта станция была затоплена в океане, потому что пришла в негодность. Ну и, конечно, теперь там новая МКС. Международная космическая станция. Друзья, если говорить об ассоциациях, да, космос с какими словами у нас ассоциируется? Ну что ж, конечно, это спутник, это скафандр, луноход, безусловно, космодром, ну и, конечно, ракета. Помимо этого, космос у нас ассоциируется с невесомостью и космонавтами. Ребята, изучение космоса терзает мысли, пытливые мысли людей. Но какие качества необходимы космонавту для того, чтобы пуститься в полет? Смелость, честность, находчивость, любознательность, сообразительность, ну и, конечно, доброта. Друзья, ну а это пример того, как на орбиту был, вернее, как в открытый космос выходят космонавты. Друзья, в 1970 году, до 1980 года Советский Союз стал все больше и больше отставать в своем развитии. И он отставал в своем развитии от многих государств, особенно от Японии и Соединенных Штатов Америки. Жизнь народа в нашей стране не улучшалась, а ухудшалась. И Советский Союз распался на суверенные государства. В 1991 году произошел распад Союза Советских Социалистических Республик, сокращенно СССР. И была подписана декларация о создании Содружества независимых государств. Но что мы можем сказать о той эпохе? На Сибирских реках были возведены мощные электростанции, такие как Братская, вот идет строительство, и вот как выглядит эта электростанция сейчас. Красноярская, обратите внимание, тоже начало постройки, и вот как она выглядит сейчас. И хотела обратить ваше внимание на изображение Владимира Ильича Ленина, дань памяти, истории. И Саяно-Шушенская, постройка вот проходит Саяно-Шушенская ГЭС. Здесь велись еще и разработки природных ископаемых, добыча нефти и газа в Западной Сибири. Вот она выглядит сейчас так. В 1991 году, я уже сказала, Советский Союз прекратил свое существование. Но было очень много сделано для страны. И вы видели примеры, как шло строительство даже гидроэлектростанций. Друзья, все республики, входившие в состав Союза Советских Социалистических Республик, стали независимыми. И теперь, посмотрите, пожалуйста, смена флага и символа СССР перестает существовать. И появляется самое большое государство на территории бывшего СССР. Это Россия. Ну, а тема России, друзья, это уже совсем другая история. Неразрывно связанная с эпохой СССР. Ну, а я, друзья, прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok